И в обучении прекрасно. Оно не должно тебе код писать, оно должно тебе показывать, как писать код. И это твой лучший учитель бесплатный, который у тебя сейчас есть. Который ответит на любой твой самый тупой, как тебе кажется, вопрос. Он кропотливо будет тебе все отвечать, разжевываться ссылками, картинками, видеороликами и прочим-прочим. Поэтому ИИ надо использовать для обучения. Необходимо просто. Сейчас такого никогда не было. Понимаешь, что ты бесплатно получаешь кого-то, кто тебе очень... Причем настолько подробно, насколько тебе это надо. Разживет все, что угодно, с любой детализацией, ссылками и прочим. И сделает это максимально быстро. То есть у тебя лак от запроса и до получения информации просто минимальный. Говорю, вот перплексия. Причем мне нравится перплексия, он просто тупо набирает быстрее, чем Кимика 2. Кимика 2, он под катом это все родит, этот мне уже набросается. Тупо уже скоро, понимаешь, я уже на скорость работаю. Мне надо ответ просто максимально быстро. В идеале, чтобы он мне просто выдавал, это просто узнаешь, как бы так по щелчку поздно. Вам и все. Не писал что-то, вот прям раз, и уже есть текст, я просто уже читаю. Но вообще идеально. Кстати, может оплатить подписку, может в этом прикол. Проэкспериментируем. За 20 баксов как будто бы жаба душит, но как будто бы, может быть, и будет просто. Не знаю, посмотрим. Короче, смысл. Ты здесь ему задаешь все вопросы. Идешь в код, здесь у тебя и отключен. И тут ты руками херачишь. Да смотри сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Нормально. Это хорошо. То есть подглядывать можно и нужно. Но главное, чтобы он даже тебе вот здесь не набирал. Понимаешь, чего ты? Если ты видел, как я начинал, там меня что смутило? Он мне подсказывал следующий символ. И я понимаю, что, блин, я башкой-то не работаю вообще. Я просто как-то печатаю то, что мне напечатали. Это не то. То есть ИИшку здесь в коде в ИДИ отрубаешь, а здесь ее юзаешь по полной программе. Вот так ты учишься. Идеальный способ, на мой взгляд. Все вопросы задаешь. Слово непонятное абстрагирует, там еще что-то. Задаешь ему вопрос, что это слово значит. Твой цикл обучения получается очень быстро. Намного быстрее, чем раньше у людей был. В книжке проблемы с книжками. Знаешь, в чем сейчас? У тебя, во-первых, в книжке только та информация, которая в книжке. Выдумайся, это звучит банально и просто, но это очень мудрая вещь. В книжке нет доп. информации. А здесь любая информация. Если в книжке ты не понял термин, хрен ты его в этой книжке найдешь, если его туда не написали. А здесь ты спрашиваешь, и тебе любую информацию дадут. Понимаешь? Здесь есть вся эта книжка с любой информацией. И ты тут же по месту можешь ее доспрашивать, доспрашивать, доспрашивать. И самое важное, в книжке тебе искать дольше, чем здесь. Здесь ты спросил, конкретно ответ получал. А в книжке иди, ищи там, листай, где там что-то написано, непонятно. Ты времени будешь уставать, будешь дольше. У тебя когнитивная нагрузка выше на поиск. Тебе не надо искать, тебе надо ответ. И ты вот, у тебя здесь итерация. То есть вот этот цикл по получению информации на твой вопрос, не знаю, блядь, там в тысячу раз быстрее, чем в книге ты будешь копаться. Поэтому я на это все смотрю и понимаю, что книга прикольная, знаешь, с какой точки зрения. Книга и курс, я скажу, в чем они сейчас полезны. Они полезны тебе в нахождении того, чего ты не знаешь. Поясню. Вот здесь у тебя идет определенный контекст. Например, ты делаешь проекты, ты задаешь вопросы, все связанные. Там у тебя получается сеть знаний. И ты ее вливаешь в свой мозг, в свои нейросвязи, в свою сеть знаний, и превращаешь его внутри. А курс это как будто бы список, или книга, список всякой информации. И ты идешь по оглавлению такой, о, а я не знаю, что это такое. Заметь, не сейчас, потом. Потом ты открываешь книжку, когда у тебя уже база есть. Ты сидишь такой, все, я в принципе, ну как бы, код пишу, сайты делаю, все. То есть задачи реализовываю. Что еще я могу узнать, чтобы усилить себя? Берешь книжку. И такой, по списку просто идешь, и тут начинается. Этот термин непонятен, этот неизвестен. Что ты делаешь после этого? Ты можешь почитать в книжке, но есть проблема. Какая? Именно та же самая. Книжки только то, что в книжке. А здесь все остальное. Соответственно, ты можешь использовать книжку как, ну, скажем так, набросок, по которому ты можешь задавать опять вопросы вишки. И ты начинаешь, ага, там термин какой-то, и начинаешь хреначить сюда дальше. Возможно, возможно, в книжке хорошо описана эта тема, и тебе не надо никуда ходить, ты можешь там прям прочитать. Окей, тоже вариант. Твоя задача максимально эффективно выдирать информацию. Книжка, видео, вообще наплевать. Это все источники информации, ты просто работаешь с базой данных. Как ты будешь выдергивать? Наплевать. Главное, быстро, эффективно. В книжке почитал? Понял? Понятным языком написано, отлично. Непонятно, пошел сюда, чтобы те разживали. Курс также. Ты просто смотришь, вот, давай так. У меня висит сейчас курс на обучение по Гошке. По этим, по параллелизму и как-то так. Там не помню название полное. Вот и висит курс. В чем проблема курса? 9 часов минимума материалов, надо отсмотреть. Но, давай по чесноку. Если бы я сейчас, вот, по ключевым словам, здесь бы бахал, я бы быстрее эту информацию выдрал. Скорее всего, и более эффективно. Ну, предполагаю, с примерами кода и так далее. Потому что не нужно слушать, пока человек не произнесет. Я быстрее прочитаю. Я быстрее читаю текст, чем, ну, человек в своем темпе, там, что-то было бы, было бы, было бы, там рассказывает. Поэтому. Ну, как бы, с другой стороны, я... Проблема видеокурса, в данном случае, вот, книжка была бы лучше. Знаешь, почему сейчас? Потому что в курсе видеотрек. Ты пока не посмотришь, ты не понимаешь, о чем человек собирается сказать. Ты сидишь такой, блин, ну, надо смотреть, а то вдруг что-то интересное он расскажет, а я вот пропущу этот момент. Ну, ты сидишь, смотришь. Ну, блядь, 9 часов. Ну, ну, заебаться можно, ну, там, извини меня. А с книжкой я бы просто глазами пробежал текст, заголовки, ключевые моменты. Лишнее сразу бы откинул, что я и так знаю. А нужно я бы вычлинил. Вот. А с видео так не получится. Придется, блин, смотреть. Я времени до хрена всажу. Ну, а что делать, понимаешь? Ну, придется. Потому что тема для меня сейчас в данный момент важная, потому что там разжевываются все каналы, Mutex, Hutex и вот эта вся история. Ну, придется там кышлинии в процессор, там, ну, по все уровни, короче. Ну, придется с этим разбираться именно через этот курс. Возможно. Хотя, ну, да, Mutex и поехали там. И это все дело выводить. Примеры кода и прочее, чтобы разжевать, ну, я могу и здесь. Что, что в видео не разжевано, я могу здесь догнать. Ну, вот что-то мне придется оттуда вычленять. Не особо я доволен этим, давай так скажем. Я вообще не в восторге. Мне вот то, что я сейчас делаю, намного прикольнее. Потому что, ты видишь, интерактив какой идет. То есть, темп восприятия, а я очень быстро воспринимаю информацию. Мне этот темп лучше подходит, чем слушать. Пока мне там что-то в своем темпе разжует. Я там же понял, давай дальше. Ой, а я уже слово попустил обратно, отмотал. Ну, короче, какая-то хорей. Мне не нравится, честно. Вот видеокурс мне не нравится. Знаешь, какой мне был видеокурс понравился? Минутными роликами. Очень понравился бы. Тема, минутный ролик. Есть такой курс, называется... Как же он? Пиакокок... Тайпскрипты... Не помню ничего. Тоталстайпскрипт. Я говорю, Ишка прекрасно. Посмотрите, если ты умеешь... Вот просто... Это неправильное написание его фамилии. Но я просто помню, какой-то у него фамилия какая-то. Пиакок... Мы... Что-то вот... Пококон. Покок. Но это Ишка мне нашла сразу же. Понимаете, по ассоциации. Пикок тайпскрипт, она нашла мне. Покок тайпскрипт. Это вам не гугл, который будет конкретно эту хрень искать. Во, прикольно, да? Короче. В чем его прикол? Тоталтайпскрипт. Я купил курс. Подписка пожизненная, она у меня все еще есть. Он курс написал... Короче, офигенный курс. Я вообще не жалею, что заплатил там эти... Несколько сотен баксов. В чем его прикол? У него там прям набор, во-первых, очень много инфы. У него по тайпскрипту, по React-тестин-лайбрари. Потому что он создатель React-тестин-лайбрари. Так, на секундочку. Если кто не знает, это одна из самых популярных библиотек по тестированию фронта. Реактор, в частности. Короче, этот чувак. Очень крутой в тайпскрипте. Он прям мелочи, нюансы, очень крутой. Я когда фронтендом активно занимался, я купил этот курс и доволен. Я не прошел его полностью, но я все равно доволен. Почему? У него весь курс, все эти, блядь, сотни уроков, это одна, максимум две минуты уроки. И он в этих уроках наглядно, наглядно на практике показывает какую-то фишку. Раз фишка, два фишка, три, сто, двести фишек. Прикиньте. И тебе не надо смотреть его от корки до корки. Ты сначала начинаешь по привычке смотреть, а потом понимаешь, что это, ну, ну, ты не вытянешь, не хватит терпелки. И ты понимаешь, что времени-то мало, как обычно, да, и ты начинаешь смотреть только то, что нужно, то, что интересно. Такой, о, мне вот в работе это нужно, там, янамы, там, приколы с типами в янамы, янамы versus там еще что-то. Ты начинаешь тыкать прицельно, и у тебя на это уходит минута-две. И ты за минуту-две получаешь новую фишку, и ты меняешь свой рабочий процесс. Ты улучшаешь себя, прикиньте, то есть у вас цикл улучшения 1-2 минуты. То есть, как вам курс, когда вы заходите, я вам говорю, что ты за одну минуту сможешь улучшить свой рабочий процесс. Кто не купит? Это же охеренно. Ну, это прямо, это мечта. Это вот тоже, о чем я говорю. Слит, ты можешь максимально быстро себя развивать и улучшать, просто из-за скорости. Мы сейчас в таком мире живем, нам нужно очень быстро усваивать информацию, учиться очень быстро. Так раньше сидеть в нас, уковырять там, что-то курсы проходить в месяц. Не канает, сейчас надо за час изучить многое.